Дорога в тысячу миль начинается с первого шага, а путь к абсолютному чемпионству с победы над своей ленью и страхом, а также с упаковки формы в спортивную сумку для первой тренировки. Приветствую вас, трицепсы комара! С вами Федорович. В этом видео мы посмотрим, как гений бокса Александр Усик, который выиграл все, что только возможно в первом тяжелом весе, а после победы над Энтони Джошуа в тяжелом весе, стал объединенным чемпионом мира в двух весовых категориях, наказывал оппонентов за треш-ток и понты. Мужикам не приходилось бы так много врать, если бы жены не задавали так много вопросов, а бойцам не приходилось бы говорить столько непотребства, если бы это не нравилось зрителям и не повышало интерес к бою. 31 мая 2014 года. Дворец спорта Одессы. Соперник аргентинец Сезар Давид Крэнс. Это был четвертый поединок для Александра на профи ринге. Три предыдущих он закончил досрочно. Сезар был опытным бойцом, у которого за плечами уже был 21 поединок, поэтому, несмотря на яркий старт в профиках, он не рассматривал Усика как серьезного оппонента. Но более того, он решил не только много говорить до боя, а еще и понтоваться во время поединка. Саня всегда отличался спокойствием и вместо того, чтобы вестись на провокации, он просто отправил Давида в нокдаун в третьем раунде. А в четвертом решил напомнить ему нашу поговорочку. Левый в печень никто не вечен, немного помяв не только внутренние органы аргентинцу, но и его гонок. 4 октября 2014 года. Арена Львов. Бой за титул временного интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Соперник Дэниел Брюер, у которого за плечами 18 побед на профи ринге. Дятел, долбающий березу, не видит сзади орла. Так, наверное, и Дэниел не видел предыдущий бой Сани против Сезара, поэтому решил, что его бравада прокатит и даст ему психологическое преимущество. А зря. Все, чего он добился своими гримасами, это увеличение силы удара Усика из-за увеличения злости на соперника, который его не уважает. А результат от своих понтов Брюер переосмыслил в седьмом раунде, лежа лицом на канвасе. Как говорится, слабые спят лицом в салате, а сильные лицом в десерте. А к каким отнести Дэниела, достоявшего до седьмого раунда, решайте сами. Когда взлетаешь вверх, не забывай тех, кто подставил тебе спину для прыжка. Особенно, если ты спортсмен. Помни всех тренеров и людей, которые тебя поддерживали. 9 сентября 2017 года. Берлин, Германия. Соперник Марка Хук, у которого в копилке 40 поединков и всего 4 поражения. По сравнению с 12 поединками Усика, Хук себя считал дедом в армии, который решил преподать урок духу. Этот поединок был четвертьфиналом во всемирной боксерской суперсерии за кубок Мухаммеда Али. В этой серии приняли участие лучшие крузервейты мира, а на кону каждого поединка стоял пояс разных организаций. Задумка была простая и в то же время гениальная. Победитель кубка Али становится обладателем всех поясов и получает кучу денег. Конечно же, такие перспективы собрали лучших из лучших, в число которых и вошли герои нашего поединка. Несмотря на славу одного из лучших в мире, Марка Хук также имел славу говнюка, который использует в ринге очень много грязных приемов, а за его пределами позволяет себе очень много оскорблений в сторону оппонентов. И Саня не стал исключением. Каждая женщина считает себя незаменимой, но при этом хочет с легкостью заменить любую другую. А каждый боец считает себя непобедимым, но при этом проигрывает, как ему кажется худшему. Поединок выдался невероятным, правда только для фана Усика. Ведь фаны Марко наконец-то поняли, что трэш-ток это еще не победа. Саня издевался над немцем, как хотел. Он просто подвергал его мукам за все то, что он сказал и сделал, получая от этого больше удовольствия, чем мазохисты на пытках в средневековых замках. Но Марко и тут успел отличиться и сделать высшую мерзость. Он попытался ударить Александра, когда тот сидел на канвасе, за что начал получать еще больше. К сожалению, рефери не разделял настроение Сани и остановил это побоище в десятом раунде. По итогу Усик выиграл кубок Мухаммада Али, но это уже другая история. Каждая встреча – это начало расставания, а любой бой – это чье-то поражение. 10 ноября 2018 года, Манчестер-Арена. Соперник Тони Белью. На кону пять чемпионских поясов Александра Усика. На момент боя у Сани было 16 боев. Он уже был непобежденным чемпионом в Крузервейте и победителем Кубка Мухаммада Али. В свою очередь у Тони было за плечами 30 поединков и всего два поражения. Он всегда был на верхних строчках рейтинга и дрался с многими хорошими бойцами. Но всегда имел длинный язык и поединок с Усиком не стал исключением. Белью в каждом своем интервью говорил, что нокаутирует Александра, что любая его ошибка будет для него фатальной. Очень много рассказывал о том, что у Усика нет нокаутирующего удара и ему нечего бояться. За это ухватились журналюги и везде делали акцент на отсутствии удара у Александра. Но Саня, как настоящий самурай, всегда сохранял спокойствие и на всех пресс-конференциях отшучивался. Ведь не словом, а делом нужно доказывать, кто есть кто. В первых раундах Белью отлично боксировал, а на карточках некоторых судей он даже выигрывал. Но с каждым раундом преимущества Усика становилось все больше, а серии все жестче. Тони уже не мог защищаться с самодовольной улыбкой, а гематомы на лице не давали повода для радости секундантам. В восьмом раунде левым хуком Саня закрыл рты всем критикам и показал на деле, у кого есть нокаутирующий удар, а кто просто содрогает воздух на этой бренной земле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой поединок Усика вам понравился больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.